Обязательное ПЦР-тестирование и двухнедельный карантин отныне ждут всех казахстанских призывников. Гражданам приходится приспосабливаться к новым условиям жизни. Мадина Исюмбаева присоединяется к нам в студию. Мадина, вот такой вопрос. Добрый вечер. А как пройдет присяга для солдат или ее отменят? Добрый вечер. Торжественную присягу для новобранцев решили не отменять. Но она пройдет без родственников. Им потом отправят видео. В Казахстане продолжается весенний призыв в армию. Но проходит он со строгим соблюдением санитарных норм. В первую очередь молодых людей встречает врач-инфекционист. Он проверяет каждого на наличие симптомов коронавируса. Новобранцев помещают на карантин. Здесь же они сдают ПЦР-тесты. Ну, с теми, кто идет в армию, еще более-менее понятно. Часто родители задают и другие вопросы, например, про школу. Первоклассники, которые пойдут в школу, они тоже обязательно должны будут сдавать ПЦР-тест? Нет. Вот как раз сегодня в департаменте по обеспечению качества образования Алматы сообщили, что ни одна школа при приеме ребенка в первый класс не имеет права требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус. Если родители столкнутся с такой проблемой, им необходимо обратиться в департамент. Стоит напомнить, что в особых условиях в этом году пройдет и национальное тестирование для выпускников школ. По стране уже определено 150 пунктов. Их оборудуют тепловизорами и дезинфицирующими тоннелями. Обеспечат дистанцию между абитуриентами, которые будут в масках. Родителей попросили не сопровождать детей. С учетом эпидемиологической ситуации необходимо подготовить специальную инструкцию по санитарно-эпидемиологическим требованиям к проведению ЕНТ. Обеспечить социальную дистанцию, обязательное соблюдение санитарных требований, организовать подвоз детей и безопасность их транспортировки. Казахстанцам этим летом разрешат отдыхать на пляжах и купаться в бассейнах. Но только с соблюдением строгих санитарных норм. Сейчас в Министерстве здравоохранения разрабатывают специальный алгоритм поведения посетителей в туристических зонах и пляжных отелях. За лето набраться сил предстоит и тем, кто уже переболел. На сегодня в Казахстане таких 4893 человека. Ну а количество зараженных стремительно приближается к 10 тысячам. Спасибо, спасибо, Мадина. Это была Мадина Ищумбаева с информацией о коронавирусе и о том, какие правила всем нам необходимо соблюдать ради нашей безопасности. Продолжение следует...